Альметьевск Субтитры сделал DimaTorzok История бадминтона начинается в 19 веке в Индии. Во время колонизации британские солдаты увлеклись тамошней народной игрой Пуна. Ее и можно считать прототипом современного бадминтона. А когда кампания подошла к концу, англичане увезли игру с собой на родину. Современная традиция игры берет начало в Англии, в старинной усадьбе Бадминтон Хаус. Владельцем поместья был известный спортивный энтузиаст и издатель книг о спорте Чарльз Соммерсет. В 1873 году он соорудил первую площадку для игры в бадминтон. А в 1893 году Ассоциация Бадминтона Англии опубликовала первый свод правил игры. Бадминтон зашагал семимильными шагами по всему миру с 1934 года, когда и была сформирована Всемирная Федерация Бадминтона. А в 1947 году, почти сразу после Второй мировой, проводится первое крупное соревнование среди мужчин – Кубок Томаса. Женщины получили возможность проверить свои силы только в 1955 году в рамках турнира за Кубок Увер. Кубок Томаса В целом, с тех времен ничего не изменилось. Игроки располагаются на противоположных сторонах, разделенных сеткой площадки, и перекидывают валан через сетку, ударами ракеток, стремясь приземлить валан на стороне противника, и наоборот, чтобы он не упал на собственное поле. Соперничают два игрока или две пары игроков. Пары могут быть не только одного пола, но и смешанные – мужчина и женщина. Так бы и остался бадминтон игрой на любителя и способом занять досуг у британских мисс и мистеров. Но в 1992 году его включили в программу летних олимпийских игр. В соответствии с правилами Всемирной и Европейской Федерации бадминтона, в одной стране позволено проводить не более одного этапа Кубка Мира и не более одного этапа Кубка Европы. В России это турнир мировой серии Гран-при Russia Open. Альметьевск принимает у себя бадминтонистов со всей России впервые. Теперь в Татарстане помимо двух традиционных всероссийских турнирах появился и Альметьевск Open. Бадминтон, как вид спорта, начал свое развитие в Альметьевске совсем недавно, но уже успел привлечь свои ряды множество любителей. И бадминтон – это один из тех видов, который за последние годы буквально ворвался в нашей жизни. Он присутствует практически на всех предприятиях, больших и малых. Среди принципальных служб, больше много людей занимается бадминтоном. В Альметьевск съехалось 359 спортсменов из 8 регионов страны. Первыми на корт вступили юниоры. Они соревновались в течение двух дней. Соревнования проходили в четырех возрастных группах во всех пяти разрядах. Для Татарстана это очень значимый турнир, потому что всего в республике на сегодняшний день, до сегодняшнего дня, проводилось два турнира всероссийских. Это «Лесной», «Осень», «Прилаты Зеланд» и «Кубок Валеева». И теперь еще добавляется Альметьевск «Опен», то есть курнир, на который съехалось в первый раз более 300 человек. Это для России, я бы сказал, пономинаемый результат. Взрослые же вступили в борьбу 9 ноября. Выступали в единой возрастной группе в одиночном, парном и смешанном разрядах. Помимо традиционных наград, таких как кубки и медали, спортсмены зарабатывают баллы в рейтинге и также могут получить спортивные разряды. Сильнейшие бадминтонисты из Москвы, Казани, Новосибирска, Уфы, Саратова, Краснодарского и Пермского краев приехали в Нефтеград, чтобы сразиться с соперниками за звание лучшего. Бадминтон нельзя назвать молодым видом спорта. В Советском Союзе он активно стал развиваться в 50-е годы 20 века. На территории Татарстана бадминтоном как спортом стали заниматься недавно, но он стремительно набирает обороты и популярность. Бадминтон развивается в Республике Татарстан невиданными темпами. Была принята несколько лет назад программа развития бадминтона. И на награждении юниоров мы увидели плоды. Практически все призеры, победители, за некоторым исключением, были от Республики Татарстан. Амир Хамедулина с Казани не впервые принимает участие в соревнованиях по бадминтону. Этим видом спорта он занимается уже 8 лет. Сейчас ему 18, и он уже становится призером первенства России среди спортсменов в возрасте до 19 лет. Призером чемпионата России в команде, а также занимал призовые места на первенстве Европы. Признается, что бадминтон – не самый легкий вид спорта. Тут такая скоростная, быстрая игра. Тут нужно иметь хорошую концентрацию. Ну, как бы нужно совершать много движений разнообразных. При этом еще нужно думать. И это как бы не очень просто. Соперников очень много, все сильные. Желаю молодым спортсменам хороших успехов. Успехов, чтобы они достигли своих результатов, усердно тренировались и слушались тренера. А Егор Околов приехал из Москвы. Бадминтоном занимается также 8 лет, но ему 20, и в спортом пришел в 12 лет. И на этих соревнованиях почти добрался до финала. Я не знаю, какую оценку дать. Все сильные. Все борются, все играют. Каждый в свой уровень. Выступая на турнире, бадминтонисты, помимо традиционных кубков и медалей, могли заработать баллы в рейтинге, а также получить спортивные разряды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Очередной выпуск нашей передачи подошел к концу. С вами был я, со мной были вы. Не забывайте про наш сайт и социальные сети. Всего доброго и до скорых встреч в эфире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...